Ассаламу алейкум, кроме того, Казаиле, Амагеду Джахин, Оргкомитет оппозиционной политической партии Алга-Хазахстан. Я хочу напомнить, что с инициативой Жасарал-Куаншарина мы, активные граждане своей страны, решили создать независимую оппозиционную политическую партию. Стартовали мы 18 апреля, и вот за 7 месяцев мы подали на регистрацию уже 7 раз и получили 7 отказов. Если вы наблюдали за нами, то мы каждый свой визит Минюст широко анонсировали, снимали видео-челлендж и прямые эфиры. В общем, мы заявляли о себе очень громко и убедительно. Стоит ли говорить о том, что у нас, естественно, появилось очень много сторонников. По закону необходимо тысячи человек в инициативную группу. Поступило заявок более пяти тысяч. Из них после тщательной проверки и обзвонов осталось 2412 человек. Из них, в виде подтверждения, 1240 человек. За это время мы, члены оргкомитета и инициативной группы, подверглись жесточайшим преследованиям и репрессиям со стороны властей. Десятки людей из инициативной группы получили штрафы, а некоторые и по два штрафа. Вся наша вина заключается в том, что мы хотим создать по-настоящему оппозиционную и независимую партию. Мы хотим участвовать в политической жизни страны. Но, как вы видите, новый Казахстан Тухаева, он всего лишь на словах. Нет никаких политических реформ, нет никакого нового Казахстана. Официальная власть нас не регистрирует и не признает. Но зато нас отметила в своем отчете ОБСЕ, наряду с многочисленными нарушениями в ходе последних выборов, эта организация отметила, что в отношении сторонников партии Алга Казахстан ведутся массовые политические репрессии. Власть тут же задумалась, как же так, что же теперь делать, как же оправдать свое поведение. Ведь она обещала Западу политические реформы. К тому же на носу парламентские выборы. Надо срочно показать новую незасвеченную партию. И тут, как чертой табакиркой, появляется заранее заготовленная заготовочка в виде новой партии с говорящим названием Республика. И с места в карьер берет без проблем преграду, которую мы штурмуем уже на протяжении 7 месяцев. Они уже прошли предварительную регистрацию и готовятся провести учрительный съезд. Скажите, кто они такие, откуда они взялись? У них не было ни рекламы, ни агитации, ни проектов программ. Как они набрали людей в инициативную группу? И каким волшебным образом в списках у них нет мертвецов, как у нас? Ведь для этих целей хотя бы надо создать чаты в социальных сетях. Мы проверили. Ровным счетом ничего нет. Разве что реклама какого-то золотого бургера от лидера этой партии. Этим они себя и разоблачили. Назовем их дальнейшим партией золотого бургера. Что это было, скажете вы? Просто-напросто мы стали свидетелями зарождения очередной фейковой партии. Дочки Нур-Аманата. Главным отличием которой является отсутствие собственного мнения. Ну и использование ништяков от олигархата и официальных властей в виде утиль сбора, например. Ну и прочего. Это событие является дополнительным стимулом для того, чтобы мы показали, что это мы, Алга Хазастар, являются по-настоящему единственной оппозиционной партией. Независимой партией. И 15 декабря мы в очередной раз, уже восьмой по счету, будем подавать документы на регистрацию Минюст. И поэтому мы призываем всех своих сторонников прийти, поддержать нас 15 декабря в 11 часов возле Министерства Юстиции в городе Ахмала. Также сторонников в других городах, возле Департаментов Юстиции, снять видео-челлендж ВСРМС Мы Живые. Давайте покажем, что мы, Алга Хазастар, реальная оппозиция, не какой-то там золотой бургер. Для этого надо максимально большое участие сторонников в этот день. Мы активные и неравнонужные граждане своей страны. И только мы, объединившись, сможем построить богатую и процветающую страну. И демократическую страну. Алга Хазастар!